2013 год в фактах и цифрах. Сегодня на встрече главы республики с аграриями говорили о предварительных итогах работы агропромышленного комплекса в 2013 году. И ставили задачи на 2014. Зима – время, чтобы правильно оценить ситуацию, а же весной достойно провести СЕФ и другие сельскохозяйственные работы. Разговор продолжался более двух часов. Галина Титарчук с подробностями. Агропромышленный комплекс для нас является одним из основных приоритетов нашей политики и идеологии. Есть хозяйства, которые на самом деле в рыночной экономике, несмотря на вступление России в Всемирную торговую организацию, показывают хорошие результаты. К примеру, до сегодняшнего момента так и не реализовали инвестиции. Проекты в области животноводства в Алатарском, Козловском, Шумерлинском и Урмарском районах. Всего же с начала реализации приоритетного национального проекта развития АПК построено и реконструировано 177 объектов животноводства. В том числе в 2013 году – 23 объекта. В планах – модернизация свинокомплексов, как это уже осуществили в кооперативах «Луч» Урнарского района и «Коминтерн» Красночитайского. Приоритетным направлением остается и развитие молочного животноводства. Цена на молоко в этом году поднялась, но и рентабельность с учетом представленных субсидий на 1 литр реализованного молока ориентировочно оценится 25%. Но, к сожалению, в республике все-таки произошло снижение поголовья крупной рогатства скота более чем на 6% к предыдущему году. Хотя хочется отметить, даже при тех же условиях в Яльском районе, где только за прошлый год было реализовано 5 новых инвестиционных проектов, поголовье только коров в сельхозорганизациях увеличилось на 504 головы. Вот такие задачи должны ставить перед сельхозтоваропроизводительной каждый глава района. Со следующего года правительство страны планирует ввести новые меры поддержки производителей молока. Увлечение срока до 15 лет как по новым кредитам, так и по кредитам, привлеченным ранее. Но местным производителям порой очень сложно пробиться в федеральные торговые сети, хотя качество наших товаров выше, чем привозных. Об этом свидетельствуют результаты многих проверок, регулярно проводимых Роспотребнадзором. За 2013 год на показатели фальсификации исследовано более 200 проб молочных продуктов, в том числе 119 проб производителей Чувашской Республики. По результатам исследований не соответствовали требованиям норматива 23 пробы, то есть 10,5%. В том числе только одна проба производства предприятий Чувашской Республики. Если подсчитать проценты, получается, что удельный вес фальсифицированной продукции производителей других регионов составляет 22%, а производители Чувашской Республики менее 1%. Аналогичная ситуация складывается по другим группам пищевых продуктов. В своем выступлении Сергей Павлов отметил, что Чувашская Республика уже третий год активно участвует в конкурсах экономически значимых программ. В прошлом году три целевые программы были поддержаны Минсельхозом России. В этом году на конкурс представлено семь проектов. В частности, в декабре 2013 года программы по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм вновь прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства России. И работа под данным направлением будет продолжена, заверил министр сельского хозяйства. Рассмотрение заявок и отбор участников проводит специальная республиканская комиссия, которая определяет сумму гранта. Максимальный размер его – 1 миллион 100 тысяч рублей. Как и в прошлом году, руководством планируются выезды в муниципальное образование, с тем, чтобы уже на местах обсуждать, что удалось и не удалось сделать, оценить внутренние резервы. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.